Меня зовут Варвара Андреева. Мне 8 лет. Я давно умею читать и писать. Своими знаниями я бы хотела поделиться и с вами в нашей программе предлагаю выучить алфавит. Вновь я приветствую моих любознательных зрителей, мальчиков и девочек. Сегодня нам предстоит познакомиться с буквой С. Однажды у нее спросили, каких животных ты знаешь? Слон, собака и суслик. Какие ягоды ты знаешь? Смородина и слива. Что бывает зимой? Сугробы, снег, снежинки, снеговик. Почему так ответила буква С? Потому что все ее ответы начинались с нее. Суслик, слива, снег. Букву С люблю я очень. С буквы С пишу сыночек. Что еще сказать сумейка? Сок и солнце, и скамейка. Вот как много слов я произнесла. Интересно, а какие слова знают мои помощники, воспитанники детского сада Светлячок? Сейчас узнаем. Солнышко, белый снежок, салют, сосна, свеча, сыр, сарафан, снеговик, снежинка, сено, серебро, собака, сыр, снег, сережа, слон, салат. Сумка, сугроб, снежинка, санки, сосульки, самолет, софия, стол, стул, сережки, собака, солнце, семья, сарафан, свинка, сыр, самолет. Сосна, стул, собачка, сережки, сказали дети. И еще много интересных слов они смогли произнести. Большие молодцы! Кроме того, ребятам удалось и нарисовать рисунки. Конечно же, все изображенные предметы начинали с буквы, с которой мы сегодня знакомимся. Это буква С. Предлагаю посмотреть за старания мальчиков и девочек. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Месяц вышел из-за тучи. По нему учиться лучше. Сразу узнается «С». Смотрит буковка с небес. Действительно, посмотрите, ребята. Буква С очень напоминает месяц или подкову. Написать ее не составит большого труда. Давайте попробуем. Проводим вот такой полукруг. И все. Буква С готова. Предлагаю и вам попробовать написать ее. А мы в это время дадим слово нашим старшим участникам программы. Они будут отгадывать загадки, ответы на которые, конечно же, буква С. Посмотрим, все ли справятся. Кусок от бублика я съел, и получилась буква С. Л. С. Л. Ну, есть. Л. Шел конь подковами звеня, как буква Та следы коня. Я. С. С. К. Я. К буквой. Нарисуем полукруг. Буква Та возникла вдруг. Р. С. Опять С. П. О. Тоже С. Солнце светит ясно. Все у нас прекрасно. Солнце спряталось за лес. Месяц светит буквой. С. 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 Молодец. Слон. Огромный дядя слон. Слушать сказки любит он. Сказку про дремучий лес слушает под буквой. С. 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 Само-само самолет, что отправился в полет, самый скоростной экспресс, обожает букву? Скажи. С. 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 Молодцы, взрослые. Так старались, угадывали букву С. Но, к сожалению, не все смогли справиться с поставленной задачей. Ничего страшного. В утешении в конце программы мы покажем мультфильм. А сейчас я назову имена ребят и покажу их рисунки. Посмотрите, какую симпатичную женскую сумочку изобразила Полина. На рисунке у Маши леса гуляет солнечным днем. Смешные существа под ярким солнцем. Их нарисовала Рината. У Дианы целых четыре предмета на букву С. Стул, стол, сумка и солнце. Солдата у высокого стула изобразил Костя. Вика нарисовала смеющееся солнце. Снеговик в лесу и солнце на рисунке у Камиллы. Посмотрите, какого слона нарисовала Юлия. А это сосульки. Рисунок Василисы. У елки снежинки и свеча. Их изобразила Юлия. Догадались, что нарисовала Валерия? Правильно, свою семью. Какие молодцы, ребята. И слова на букву С знают. И рисовать их умеют. Все достойны подарка. Будьте умными и послушными. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok